Всем привет! Меня зовут Виктория Папшева и добро пожаловать на канал Фима ТВ! В этом мастер-классе я покажу, как сделать милую брошечку, панду в красном шарфике. Для работы мне понадобится полимерная глина Фима черного, белого и красного цвета, фима-гель, скалочка или паста-машина, экструдер, макетные ножи или лезвие, силиконовая кисточка, иголка, рисунок панды, глянцевый лак Фима, а также супер-клей, застежка для брошки и автомобильная наждачка разной зернистости. Раскатываю пласт полимерной глины черного цвета. На глину кладу рисунок панды и приглаживаю. Можно прикатать скалочкой, чтобы рисунок пристал к глине. Затем беру иголочку и начинаю продавливать контуры рисунка. В результате на глине появилось изображение панды. Теперь мне понадобится экструдер и насадка с маленькими отверстиями. Из глины черного цвета выдавливаю тоненькие колбаски. На контуры рисунка наношу фима-гель и колбасками начинаю выкладывать рисунок на глине. Это удобно делать с помощью иголочки. Стыки между колбасками заглаживаю силиконовой кисточкой. Контуры рисунка должны получиться ровными и непрерывными. Стыков не должно быть видно. Посмотрите, что у меня получилось. Вырезаю основу для брошки ножом с острым ледвием и отправляю ее запекаться, не снимаясь из стекла. После запекания жду, когда глина остынет и наношу фима-гель в углубление между колбасками. Теперь беру глину черного цвета и начинаю заполнять углубление. Набиваю в углубление столько глины, чтобы по высоте она была на одном уровне с колбасками. Разглаживаю глину силиконовой кисточкой. Поверхность должна получиться ровной. Глиной черного цвета заполняю ушки, пятнышки вокруг глазок и носик. Глиной белого цвета мордочку и белки глаз. Пластикой красного цвета заполняю шарфик. И когда все готово, отправляю брошку на повторное запекание. Чтобы поверхность брошки стала ровной и гладкой, ее нужно отшлифовать. Для этого мне понадобится автомобильная наждачка разной зернистости. У меня листы с зернистостью 600, 800 и 1200. Начинаю с самой крупной наждачки с зернистостью 600. При шлифовке необходимо постоянно смачивать лист наждачки водой. Затем беру лист с зернистостью 800. И после шлифую самой мелкой наждачкой с зернистостью 1200. После шлифовки промываю изделие и приступаю к полировке. Я это делаю кусочком джинсовой ткани. В результате поверхность брошки становится ровненькой и гладкой. К обратной стороне брошки на суперклей приклеиваю застежку. Из глины черного цвета вырезаю маленький прямоугольник. Смазываю поверхность брошки вокруг застежки зимогелем. И приклеиваю на застежку прямоугольник черного цвета. Лезвием отрезаю лишнюю пластику. С той стороны, где иголочка крепится к застежке, вырезаю небольшой треугольник. Это позволит иголочке свободно двигаться. Стеком с маленьким шариком делаю оттиски по краю прямоугольника, закрывающего застежку. И снова отправляю брошку запекаться. После запекания жду, когда глина остынет и покрываю изделие глянцевым лаком. В итоге у меня получилась милая брошечка с изображением панды в шарфике. По такому же принципу можно создать украшение с любым понравившимся вам изображением. Выбирайте подходящий рисунок и творите. А если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Пима ТВ. До новых встреч!